В России аборты официально разрешены. Более того, они финансируются из федерального бюджета. Может быть поэтому больше 20 лет Россия занимает лидирующее место в рейтинге стран с наибольшим количеством прерванных беременностей на душу населения. По статистике, каждая третья россиянка минимум раз в жизни делала аборт. С печальной статистикой в Ивановской области борются волонтеры общественной организации «Колыбель». За 10 лет работы они помогают самым незащищенным слоям населения – беременным женщинам и матерям с младенцами. За это время отговорить от абортов удалось больше 4000 женщин. Тяжелые финансовые обстоятельства, проблемы в семье, стресс, неуверенность в завтрашнем дне – вот основные причины для аборта. В «Колыбели» готовы разрешить все эти сложности, лишь бы женщина сохранила ребенка. Работа с будущей мамой начинается еще в женской консультации, где дежурит психолог или батюшка. Они рассказывают, что большинство проблем у женщины в голове. Решив их, можно и все остальные с легкостью преодолеть. За годы работы в «Колыбели» разработали целую схему сопровождения так называемой кризисной беременной женщины. У нас есть ясли, у нас есть теперь еще группа по присмотру и уходу, то есть чтобы женщина с 10 месяцев могла пойти работать, оставить ребенка. Нам удалось создать систему, законченную структуру помощи женщин от выявления кризисной беременности до полной ее социальной адаптации. И это не просто слова. Здесь находится так называемый вещевой фонд. В дар можно получить женскую, мужскую и детскую от младенчества одежду, теплые вещи, матрасы, игрушки. Полки не бывают пустыми. Еженедельно сюда в качестве благотворительной помощи привозят вещи, БУ и новые. Сердобольные горожане, предприниматели, организации. Тщательно покопавшись, можно найти любые вещи всех размеров. Возвращать подарки не просят. Тут работает понедельник, вторник, среда. И много приходит. Каждый раз. В течение месяца один раз приходишь только. Набирать вещи? Да, то есть набираешь, ну естественно набираешь. Много, там по две, по три сумки баулов уносят. И через месяц опять приходишь. Где-то что-то выросло, опять сюда принесли. Где-то что-то опять набрали, опять принесли. По основному адресу Колыбели на улице Войково также можно получить помощь. Например, санки, бытовую технику, телевизоры, посуду. Ну и, конечно, коляски и кроватки. Недавно считали, в год расходятся 18 тысяч вещей. В многодетной семье Козиных восемь малышей. Старшие вместе с папой пришли в Колыбель за билетами на новогодние елки. А заодно получили праздничные платья в качестве подарка. Основная идея создания общественной организации была все же антиабортная. Но сейчас спектр помощи существенно увеличен. Но в процессе работы нашей организации мы столкнулись с таким большим количеством различных тяжелых ситуаций жизненных, которые попадают как беременной женщины, так и женщины с младенцами. Многодетная семья – это вообще отдельная категория. Поэтому мы вынуждены в данной ситуации помогать этим категориям, то есть расширять сферу своей деятельности. Слабо защищенные законом мамы нуждаются не только в материальной помощи. Раз в неделю в Колыбели принимает юрист. Правовые услуги адвокатов и нотариусов стоят очень дорого. Ни многодетным, ни одиночкам, ни по карману. Здесь помощь бесплатная. И документы помогут собрать, и бумаги оформить. Если понадобится, обеспечит досудебное сопровождение. Вопросы разные. Трудовые – очень много вопросов. О пособиях на ребенка – очень много вопросов. Вопрос по алиментам, вопрос о установлении отцовства для нас очень актуальный. Так как сейчас вот эти гражданские браки пресловутые. О чем думала и для кого рожать. В Колыбели такие вопросы не задают и никогда не осуждают. Ирина в нашем городе гости. Приехала специально за помощью в Колыбель. Уже на большом сроке беременности. Ни в Ямало-Ненецком округе, где жила. Ни в Москве, где работала. Помочь некому. Мне предоставили проживание, питание, медицинское обслуживание. Все, что нужно, все предоставляют. Психолог, если нужен, всегда поговорит. Что у нас еще? Такая у нас комната. Значит, в комнате есть кровать. Очень красиво, чисто, уютно. Вот эта комната и кроватка для малыша. Ирина в приюте уже обжилась. Читает книги и ждет родов. Срок, по прогнозу врачей, в начале января. Будет девочка. Грустными историями в Колыбели никого не удивишь. О прошлом здесь говорить не любят. Все матери-одиночки, ни у кого нет жилья. И перспективы на дальнейшую жизнь туманные. В приюте им предоставляют жилье сроком на полгода. За это время помогают решить вопросы с квартирой и документами. Живут дружно, помогают воспитывать маленьких. Ване 9 месяцев. Учится ходить. С мамой Надей в приюте они ждут переезда из ветхого жилья. Мне помогли с жильем здесь, крышу дали. А потом ходатайствовали через Океанское, через Колыбель. В общем, добились. Мне дали более-менее жилье такое с горячей водой, с отоплением все, с газом. А сейчас уже надеюсь, чтобы ясли его устроить до годика здесь. Еще одна сирота Елена сейчас кажется абсолютно счастлива. Малыш Темочка здоровый и спокойный. Ему 4 месяца. А пришла сюда Елена в полном отчаянии. Без денег и перспектив. Глубоко беременная. Приютили и из роддома встретили как родную. С цветами и тортом. В конце Нового года решится жильем. Решится жильем и переедем жить. Конечно, спасибо этому Колыбелю. Конечно, спасибо огромному Колыбелю. Я когда была беременна, я хотела бы оставить в роддом. Но я уж его не оставила. Но сказали, помогут. И мне помогли здесь. В двухэтажном доме спальня на 20 взрослых. Столовая, гостиная, оборудованная игровая для малышей. И даже швейная мастерская есть. Чтобы мамочки на коммерческих заказах могли подзаработать. Женщинам, получающим помощь в Колыбеле, рассчитывать на поддержку пап и родственников не приходится. Поэтому они рано выходят на работу. Детей, благо, есть где оставить. При общественной организации работает садик. Ясельная группа в центре города, на проспекте Ленина, берут сюда крошек с 10 месяцев. Как и в обычном саду, их кормят вкусной кашей. Воспитатели готовят здесь же, на кухне. Ребятам читают развивающие книжки и играют с ними в веселые игры. В этой группе малыши еще даже не разговаривают. И только недавно научились уверенно ходить. Наши ясли, Колыбеле, рассчитаны на 15 человек максимум. Но сейчас у нас присутствует 12 человек. Мы воспитываем наши ясли. Работают с 7 часов утра до 19 часов. Мы полностью обеспечиваем питанием, заботой, игрою, сон у нас. В общем, выдерживаем полностью режим дня. Количество доброжелателей и благотворителей Колыбели в этом году существенно сократилось. Сказывается кризис. Спонсор, который раньше давал деньги на закупку продуктовых наборов, финансирование прекратил. А это существенная потеря. В последний четверг месяца многодетные семьи и нуждающиеся мамочки приходят в Колыбель за продуктами. Гречка, макароны, растительное масло, сахар, консервы, рыбные или мясные. Закупают на 40 тысяч рублей. На эти деньги можно обеспечить продуктовым подарком 150 семей. Сейчас эти средства приходится изыскивать из резервов. Однако из-за того же кризиса количество нуждающихся в помощи выросло. Существенно выросло количество консультаций предабортных. И мы боимся, что следующий год он не станет исключением, как бы он еще больше не был этого прироста. Просто надо просвещать людей, что аборт – это на самом деле детоубийство. Ну давайте называть вещи своими именами, да. Любой кризис рано или поздно идет на спад. А ребенок – это счастье, которое будет только расти. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, Денис Денисов, РТВ Иванова. Спасибо.